Эфир Амурского областного телевидения продолжает выпуск новостей. В студии вас приветствует Оксана Холодова. Здравствуйте. В начале основные темы. Субтитры создавал DimaTorzok В цветах триколора Благовещенскую ТЭЦ украсили разноцветной подсветкой. Минуты спортивного счастья. Дети с ограничениями по здоровью встали на лыжи. Канатная дорога через Амур – коллекция динозавров в космодром. Чем еще Амурская область может привлечь путешественников из Китая? И как власть региона планирует развивать туристическую отрасль? Об этом Василий Орлов рассказал во время прямого эфира на федеральном информационном радио «Комсомольская правда». Также говорили о борьбе с коронавирусом и перспективах региона. Подробнее в материале нашего корреспондента. Тестирование на ковид, работа скорой, коечный резерв обеспечения лекарствами. Во время прямого эфира Василий Орлов рассказал, что сегодня в борьбе с коронавирусной инфекцией перед Амурской областью стоит несколько ключевых задач. Как отметил губернатор, область входит в топ-20 регионов по объемам тестирования на ковид-19. К новому году планируется увеличить этот показатель, проводить до 10 тысяч исследований в сутки. Также он отметил, что в Благовещенске на помощь опытным медикам скорой помощи пришли студенты Амурской медакадемии. Их включили в состав 20 новых бригад. Всего же в областном центре их работает более 70. Резерв коек в инфекционных госпиталях региона составляет 25%. А вот томографов не хватает, подчеркнул губернатор. Из этих 19, которые у нас есть, два необходимо списывать. У нас уже решение по ним принято. Они исчерпали свой ресурс. С 2011 года работают. Мы выделили из областного бюджета 80 миллионов на следующий год. Приобретаем два томографа. Здесь тоже одна из проблем в том, что не так просто купить даже при наличии денег, потому что дефицит очень большой. И заказы на месяцы вперёд. Но, тем не менее, рассчитываем, что мы сможем в первом квартале следующего года поставить два томографа и заменить уже фактически списанные в Белогорске и в Тынде. Один из вопросов ведущего эфира коснулся и туризма в Преамурии. Василий Орлов отметил, что это одно из основных направлений развития региона. Соседний с Благовещенском округ Хэйхэ привлекает до 5 миллионов китайских туристов в год. Из них российскую границу пересекает лишь 150 тысяч человек. С открытием канатной дороги и международного моста через Амур этот поток планируется увеличить. Напомним, что строительство уникальной канатной переправы, аналогов которой нет в мире, начнётся в ближайшее время. Новая взлётно-посадочная полоса и будущий международный пассажирский терминал Благовещенского аэропорта, по мнению Василия Орлова, также помогут увеличить поток туристов в регион. Мы рассчитываем, что и полоса, и терминал будут завершены в 2023 году. И, соответственно, это очень важно и для китайских, в том числе туристов, и для наших туристов, которые собираются посетить Китай. Потому что можно маршрут условно Пекин-Москва для китайского туриста или Пекин-Санкт-Петербург провести через Благовещенск. Долетев до Хэ-Хэ, переехав через Амур на канатной дороге, поехав в аэропорт, там всех на самолёты, прилетев в условный Питер или условно Москву. Это маршруты, которые сегодня… Это не фантазии, это то, что сегодня просчитывают и российские, и китайские туроператоры. Как рассказал Василий Орлов, из шести основных направлений, отражённых в стратегии развития региона, два для Амурской области новые – это космос и газопереработка. К слову, первые очереди Амурского газоперерабатывающего завода начнут работать уже в следующем году. Также в 2021-м начнётся газификация региона. Сначала газу подключат Циолковский, а также частично Свободный и Благовещенск. Кроме этого, губернатор рассказал о модернизации системы образования для подготовки кадров на месте и территориях опережающего развития. В последних сейчас работают 32 резидента. Это полтора миллиарда рублей инвестиций и семь тысяч рабочих мест для области. Наталья Ткачук, Амурское областное телевидение. А во вторник губернатор Преамурия в прямом эфире в Инстаграм ответил на вопросы амурчан. Онлайн-трансляция велась в аккаунте Василия Орлова. Это уже седьмой эфир, который провёл глава региона. Вопросы губернатору поступали самые разные. Чаще всего спрашивали о том, какие меры принимают в области для борьбы с коронавирусом. Медицинские темы сегодня самые обсуждаемые. Также амурчане интересовались тем, как проходит отопительный сезон и жаловались на управляющие компании. Спрашивали про ремонт дорог, поднимали социальные проблемы. Эфир длился около часа. За это время губернатор ответил на десятки вопросов. О самых значимых темах более подробно расскажем завтра в вечерних выпусках новостей. Количество выздоровевших от ковид за сутки превысило число заболевших. По данным на 1 декабря, 176 человек вылечились. Новых случаев заражения выявили 156. У 73 человек заболевания протекают в виде ОРВИ, у 12 – бессимптомно, у 71 – в виде пневмонии. Всего на территории области зарегистрировано более 11 500 инфицированных. Из них около 9 тысяч уже выздоровели. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19, в Преамуре 8% заболевших на Дальнем Востоке. Наш регион пятый в рейтинге по заболеваемости. В апреле 2020 доля инфицированных в Амурской области составляла всего 2% по сравнению с другими дальневосточными регионами. Врачи провели операцию на сердце амурчанину, контактному с больным COVID-19. 59-летнего мужчину доставили в госпиталь с диагнозом инфаркт миокарда. Времени на раздумья практически не было. Медики провели экстренное высокотехнологичное хирургическое вмешательство. Руслан Козловский о деталях операции. Бригада скорой помощи доставила мужчину с острой болью в области сердца в инфекционный госпиталь. Привезли сюда, потому что в анамнезе был контакт с больным коронавирусом. Заблаговременно врач скорой помощи, оценив состояние пациента на дому после снятия электрокардиограммы и сбора анамнеза, выявил состояние инфаркта миокарда у человека, который контактен по COVID-19. Таким образом, транспортировка была только по одному лечебному учреждению, минуя региональный сосудистый центр в городскую клиническую больницу. Сразу пациент оказался на операционном столе. Мешательство проводилось эндоваскулярным методом с помощью введения контрастного вещества. Операция заняла всего 40 минут. Процедура, которая была проведена, она уже отработана у нас в клинике. Это чрезкожное вмешательство направлено на восстановление проходимости коронарных артерий с помощью стентирования в виде стента либо баллона геопластики. В этой конкретной ситуации был использован стент с лекарственным покрытием, который был имплантирован в коронарную артерию, артерию инфаркт-зависимую, то есть за счет которой произошло поражение миокарда, то есть инфаркт. Сейчас мужчина продолжает лечение в одном из отделений инфекционного госпиталя под присмотром кардиологов. По словам пациента, чувствует себя хорошо. Сейчас вот у меня после того, как сделали операцию, да и как молодой стал. И вот эти мерят, ходят у меня врачи. И давление стабильное стало, и сердцебиение намного меньше. Вообще нормально. Руслан Козловский, Амурское областное телевидение. В свободном в момент передачи взятки правоохранители задержали 28-летнего мужчину. Он пытался купить у сотрудника ГИБДД права на вождение автомобиля без сдачи экзамена. Амурчанина взяли под стражу, возбуждено уголовное дело. Как пояснили в Амурском управлении МВД России, сотрудник госавтоинспекции знал о том, что ему предложат взятку, и своевременно принял меры в соответствии с антикоррупционным законодательством. Факт передачи взятки в размере 80 тысяч рублей задокументировали сотрудники подразделения собственной безопасности ОМВД России по Амурской области и сотрудники Амурского управления ФСБ России. В Прямуе появились два новых муниципальных образования. Не только наименования, но и структура управления поменялись теперь уже в бывших Белогорском и Ромнинском районах. Сегодня вновь избранные главы территории Денис Инюточкин и Анатолий Апаленко официально вступили в должность. Глав поздравил губернатор области Василий Орлов и председатель законодательного собрания Вячеслав Логинов. Чего ждать от административной реформы и как она будет работать, расскажет Юрий Камышный. Дума Белогорского муниципального округа решила избрать главой Белогорского муниципального округа сроком на пять лет Инюточкина Дениса Владимировича. Вновь избранный глава Белогорского муниципального округа принимает поздравления с назначением. Церемония инаугурации прошла со всеми мерами предосторожности. Число приглашенных ограничено. Рассадка с соблюдением социальной дистанции. На всех защитные маски. Поздравляю Дениса Инюточкина с избранием. Председатель ЗАГС Собрания Вячеслав Логинов отметил, что новому руководителю в будущем предстоит большая работа. Их территория одна из первых, кто в области кардинально меняет структуру управления. С этого года она становится одноуровневой. Это значит, что сельсоветы уже уходят в прошлое. В среднем у нас в районах от 9 до 15 поселений. Соответственно, выбирать 15 глав и 15 сельских советов будет не надо. Надо будет выбирать одного главу и один, либо совет, либо думу. В зависимости от того, как определить устав, там может быть 15, может быть 20, может быть 18 депутатов. Также это позволит помимо выборной системы сосредоточить и более рачительно, и более оперативно расходовать бюджетные средства. Меняется не только система управления, которая будет осуществляться из одной администрации, но и структура финансирования поселений. Теперь она не будет зависеть от доходов населенных пунктов. Бюджетные средства будут направляться по мере необходимости. У нас появляется возможность довести финансовые средства именно туда, до территории, в том объеме, в котором они необходимы. То есть, несмотря на те доходы, которые территория получает, или полномочия, которые на них возложены, то есть, они практически будут у всех одинаковые, и, соответственно, суммы финансовых средств будут доводиться уже по мере необходимости. Сейчас во всех новых муниципальных образованиях начался процесс формирования сотрудников администрации кругов. Как отметил на инаугурации Денис Инюточкин, все главы сел бывшего Белогорского района, а это 13 человек, перейдут на работу под его руководство. Вместе они будут координировать обратную связь с населением деревень. Реформа должна пройти так, чтобы люди не заметили никаких изменений или неудобств. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. В Тынду в рамках региональной программы развития транспортной сети Амурской области поступили два новых пассажирских автобуса общей стоимостью 6,5 миллионов рублей. Транспорт взяли в лизинг. Собственностью города автобусы станут после того, как мэрия Тынды выплатит полную сумму. Первоначальный взнос администрация города должна внести самостоятельно. Остальные платежи возместят из региональной казны. Приобретенные автобусы малого класса марки ПАЗ на 25 мест. У транспорта утеплен пассажирский салон и стеклопакеты. Каждый автомобиль оснащен огнетушителями и аптечками. В этом году в столицу БАМа уже поступили пять автобусов. В 2021-м планируют закупить еще столько же. На мусорные контейнеры предлагают останавливать датчики наполнения, а отслеживать работу водителя и мусоровоз. И их маршруты перемещения планируют по навигационной спутниковой системе. Требования к региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами ужесточаются. Применять систему ГЛОНАСС на машинах региональных операторов начали еще в прошлом году. С 2021 года наличие датчика будет обязательным требованием. Мусоровозу оснастят устройствами фото- и видеофиксации. А на мусорных контейнерах появятся датчики, контролирующие уровень их заполнения. В Амурской области в сфере обращения с ТКО работает пять региональных операторов. В этом году в качестве поддержки из-за пандемии им направили 53 миллиона рублей. Это федеральные средства. Сейчас Министерство природных ресурсов России разрабатывает единую государственную информационную систему управления отходами. После ее утверждения регионы получат технические параметры и характеристики, которых нужно будет придерживаться. Градирни ТЭЦ в Благовещенске украсили разноцветной подсветкой. Ее монтаж завершается. Результат работы специалистов оценил и мэр областной столицы Олег Мамеев. Для подсветки четырех сооружений понадобилось 7 километров кабеля и более 700 светильников. Их монтировали альпинисты на высоте 50 метров. Освещение установлено по всей окружности каждой градирни. Светильники четырех цветов – красного, зеленого, синего и белого. Они запрограммированы на пять режимов свечения, в том числе и в цветах российского триколора. Финансирование проекта идет за счет сэкономленных средств производственной программы предприятия. На энерготарифах амурчан эти затраты не отразились. Кстати, в этом году в Благовещенске художественной подсветкой украсили 17 городских зданий. В 2021-м такие работы продолжатся. В следующем году в Преамурии сдадут три физкультурно-здоровительных комплекса, строительство которых финансирует компания «Газпром». Новые спортивные объекты появятся в Благовещенске, селах Тамбовка и Магдагачи. Еще два фока в Тынде и Благовещенске планируют открыть до середины 2022 года. Площадь каждого из спортивных комплексов – 540 квадратных метров. По проекту, помимо игрового зала, в здании будут тренажерный зал, медкабинет, а также административные и служебные помещения. В Тындецкомфок оборудуют ледовую площадку. На стройке в Благовещенске уже залили фундамент и установили металлоконструкции каркаса здания. Рабочие приступили к отделке фасада. Также строители возводят внутренние перегородки и прокладывают инженерные сети. Завершить эти работы они намерены к концу декабря. При поддержке компании «Газпром» в области возводят 5 физкультурно-здоровительных комплексов. Развитие спортивной инфраструктуры в регионе компания поддерживает уже три года. За это время в области появилось 16 современных пришкольных стадионов и многофункциональных площадок. Десятки стадионов отремонтировали. В первый день зимы взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья смогли покататься на тюбингах, горных лыжах и сноубордах. Такой подарок в рамках проекта «Щедрый вторник» им устроила Академия спорта. Анастасия Слесарева увидела эмоции людей, которые о таком отдыхе даже не мечтали. Палочки назад, ножки чуть-чуть пошире. Колени согни. Так, я на меня смотрю. Палки назад. Значит, руки вне стороны, не вперед, а вот среднее положение. Семилетняя Полина на лыжах стоит впервые, именно поэтому внимательно слушает все рекомендации инструктора. У девочки с рождения расщелина верхнего неба, но это не мешает ей жить полноценной жизнью и даже заниматься спортом. Я иногда больно, но мне не больно было. Я поднималась, поднималась, потом сама останавливалась, и мне все понравилось сильно прям. И уже не устраивает прям. Мама Полины радуется успехам дочки. Говорит, давно прививает ей любовь к спорту. Зимой катаются на коньках, летом на лошадях. На этот раз малышка сама выбрала лыжи. Она мне вначале задала вопрос, что такое тюнинг, что такое лыжи. Я ей объяснила, что такое лыжи, что такое тюнинг, все поподробнее. И она вот решила, что, мам, тюнинг это похоже на ледянку. Я каталась, и я хочу попробовать на лыжах встать. Первый раз, и вот ребенок решил на лыжах встать. Ну, и я как бы против ничего не имею. Попробовать, если понравится, мы можем потом в следующий раз сюда приехать, так же покататься. На благотворительном мероприятии всем желающим помогали инструкторы. Вячеслав Маслов поделился, что поблажек не делал. Учил, как и обычных ребят. Отличий никаких, вообще никаких. Единственное, что может быть как-то в разговорной форме. А так, в принципе, проблем нет, дети понимают прекрасно. То есть, если относиться к ним с терпением, то проблем как бы и нет. За два часа горнолыжный комплекс посетили больше ста взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья. По словам организаторов, сюда они планируют привезти еще и воспитанников с детских домов. В этом году мы тоже планируем провести такие же счастливые выходные для таких деток. Ну и плюс еще посмотрим, как пройдет сегодняшняя акция. Если все останутся довольны и счастливы, значит мы и в начале следующего года пригласим деток с ограниченными возможностями здоровья. Акция «Щедрый вторник» продлится до 8 декабря включительно. Например, уже 2 декабря клуб скандинавской ходьбы проведет онлайн-лекцию для всех желающих, кто мечтает познакомиться с этим видом спорта. Анастасия Слесарева, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. И на этом моя работа в студии завершена. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Будьте здоровы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин